здравствуйте приветствую вас сижу на солнце загораю и конечно же друзья мои рядом и еще один товарищ тоже тут возле меня до погода продолжает радовать и конечно я сижу на крыльце солнце печет можно знаете раздеваться и загорать невозможно без очков невозможно конечно погода у нас супер и что остается делать наслаждаться принимать витамин d обязательно знаете сейчас вот в такой ситуации когда вокруг свирепствует вирус приходится принимать все средства и здоровое питание и витамины и конечно сидеть на солнце витамин d это очень необходим для нашего иммунитета вот и поэтому конечно все средства хороши что мы и делаем чтобы не заболеть и вот таким образом я с утра на таком вот солнце ярком медитирую наслаждаюсь и встречаю начало дня вот в такой обстановке шикарной солнечной теплой обстановке красота у нас еще цветы вот так вот прямо на улице еще ночью как бы прохладно но во всяком случае цветы наши не боятся холода пока что не заносим их погодка отличная чижик так сладко спит на солнышко проснулся увидел что его снимают и дальше спит солнышко прячется за тучки но опять выглядывает вы знаете посидела на солнце и даже немного уже спарилась решила решила пройтись по воздушку но знаете сегодня какую тему я хочу поднять очень такую интересную тему соседей почему потому что вот знаете это зависит от того можем ли мы его так вот тихо спокойно наслаждаться нашей жизнью нашим отдыхом тишиной и спокойствием это конечно же очень во многом зависит от наших соседей и и конечно же от того какие они буйные или спокойные зависит тоже наш покой наше вот такое вот размеренное житие бытие очень очень во многом зависит от вашего окружения и в частности конечно же от соседей ну и конечно хочу поделиться с вами о том какие у меня соседи и как мы с ними уживаемся ну вот соседи которые вот с этой стороны которые непосредственно ближе всего ближе всего к нам они здесь вот если мы живем здесь 7 лет и в это время и предыдущие соседи здесь поселились тогда когда и мы но они прожили наверное лет пять и у них там произошло ограбление и они уехали продали дом и уехали были большие проблемы здесь и после этого заселились другие люди с предыдущими мы очень даже хорошо дружили они были такого возраста как мои дети а сейчас приобрели дом вот два года назад люди чуть постарше они где-то такого возраста лет около 50 и как-то мы с ними нормально общаемся никаких как бы таких проблем нет не тесно как с предыдущими но и принципе очень даже нормально а вот соседи с той стороны вот я сейчас покажу вам они здесь давние как бы они здесь очень давно они здесь родились вот у них там вот такое строение старое они конечно со своими странностями я бы сказала со своими заморочками и причем не только с нами а и со всеми другими соседями по улице они как-то так отдаленного там в углу в том у нас здесь тупик и они как бы в самом краю ни с кем особо не общаются мы начали как-то мы такие люди открыты мы начали начали с ними общаться но здороваться и принципе более не менее нормально но потом у них какой-то произошел завихрень и они так же как со всеми остальными соседями как бы перестали общаться и с нами ну чисто так здрасте и пока и все но я думаю что это и к лучшему но я бы сказала главное чтобы были люди спокойные чтобы были знаете без особых таких вредных привычек ну и я могу сказать что вот все что окружают нас в принципе здесь на нашей улице благополучные люди там дальше конечно в начале улицы есть ребята проблемные но они подальше а здесь вот все кто нас окружают более не менее тихие спокойные и поэтому поэтому у нас вот окружает нас вот такая вот тишина и спокойствие я думаю что это дорогого стоит потому что я не не говорю чтобы соседями общаться там допустим очень близко очень тесно не обязательно важно чтобы было какое-то понимание и какое-то ну может быть даже взаимовыручка потому что это тоже немаловажно вот у нас когда были здесь предыдущие соседи которые выселились они очень нас выручали когда мы уезжали саши они могли покормить кошку собаку и это очень было удобно сейчас конечно эти новые нормальные люди но мы не настолько с ними близки чтобы допустим просить их и чтобы они заходили и допустим покормили животных ну мы сейчас в таких случаях просим дочку взять им потому что соседи как бы все нормальные но не настолько близки вот и поэтому конечно я думаю что в принципе нам повезло в том что нас окружают тихие спокойные люди а то что с той стороны соседи такие необщительные но это их проблемы и я думаю что нам от этого как-то знаете особо нет особых проблем вот поэтому вот такие вот у нас взаимоотношения а со всеми остальными которые еще через два дома тоже мы нормально общаемся женщины где-то моего возраста там дальше вот и мы так можем выйти на улицу поговорить пообщаться ну и так как они все здесь живут давно а мы не очень то я думаю что мы как-то с ними так это сошлись характерами вот с женщинами которые моего возраста и я думаю что это хорошо вот вот такие у нас взаимоотношения соседями а вы напишите как вы уживаетесь со своими соседями и если у вас какие-то проблемы очень интересно узнать